Только в марке скидки до 50% на кожаные изделия и пальто в салонах Ирена. Берегите зрение с молоду. Специальный прием офтальмологов и окулистов был организован 6 марта в городском центре здоровья. Он был приурочен ко всемирному дню борьбы с глаукомой. Это неизлечимое заболевание приводит к полной слепоте. Только в кляну им страдает около 2000 человек. Как не потерять остроту зрения раньше срока? Расскажет Карина Харитонова. Пока в глазах не потемнеет, к врачу не пойду. К сожалению, так рассуждают многие и теряют драгоценное время. Глаукома – коварное заболевание. Развивается незаметно, на ранних стадиях четких симптомов не имеет. Тревожный звоночек, высокое внутриглазное давление. Екатерина Дедкова на глаза никогда не жаловалась. Но последнее время зрение стало подводить. По утрам туман, днем легкая резь. Но к окулисту все равно не обращалась. Когда узнала, что можно провериться в центре здоровья, возможность решила не упускать. Глаза проверяют, надо же проверить. Мне здесь очень нравится. Я приходила еще на обследование. Здесь все обследовали, не только глаза. Пока глаукома неизлечима. Если такая болячка появилась, важно отслеживать ее динамику и принимать меры. В противном случае полной слепоты не избежать. А потому профилактике остроты зрения в день борьбы с глаукомой особое внимание. Расстояние между зрачками достаточно большое. Большое, то есть мужские очки. Подбирать вам только индивидуально. Глазки разные. Отражение с сетчаточки хорошее. Натриглазное давление в норме. То есть катаракты глаукомы, ничего такого я у вас не вижу. Но очки подбирать надо правильно. Глаукома – заболевание генетическое. А значит, может передаваться по наследству. Поэтому, если в роду кто-то страдал от глаукомы, зрение стоит поберечь. Глаукома бывает врожденная, глаукома бывает юношеская, которая возникает в переходном возрасте где-то лет в 16-18. И глаукома, которая возникает в возрасте 40-45 лет. Это чаще всего наиболее распространенная глаукома, которая начинает проявляться после 40 лет. Здесь уже вступает в действие механизм старения глаза и нарушения аккомодационных способностей глаза. Мера профилактики для всех одна. Хотя бы раз в год проверять зрение и измерять внутриглазное давление. Всего же за 4 часа приема в клинический центр здоровья обратилось более 60 человек. После осмотра районный офтальмолог провела лекцию. Подробно рассказала о строении глаза в целом и о глаукоме в частности. Карина Харитонова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.